Предупредить легче, чем лечить или как вернуть жизнь в нормальное русло. Смотрите в рубрике болевая точка. Готовим детский организм к весне. Все подробности в рубрике первые шаги. Перелом луча в типичном месте. О правилах доврачебной помощи расскажем в рубрике «До приезда врача». Среди заболеваний века, ведущих к инвалидности и смертности, на первом месте стоят инфаркты и инсульты. И тот, и другой коварны по-своему. Самому пациенту установить предрасположенность к инсультам непросто. Как правило, этот процесс протекает бессимптомно. Например, у человека есть значимая бляшка в сонной артерии, которая со временем начинает разрушаться, вызывая миграцию этих отломков в головной мозг. В итоге развивается такое острое состояние, как инсульт. Каждые полторы минуты у кого-то в мире случается инсульт. В России ежегодно от 450 до 500 тысяч случаев инсульта. 80% из них, в общем-то, являются инвалидами. И только 20% возвращаются к труду. Сегодня от инсульта или острого нарушения мозгового кровообращения не застрахован никто. Малоподвижный образ жизни, плохая экология и множество других факторов значительно омолодили эту болезнь. Как отмечают специалисты, в зоне риска уже давно находятся не только представители старшего поколения, но и люди среднего возраста и даже маленькие дети. Нагрузка огромная, потому что эта патология лидирует и в области, и в городе в нашем. Очень много инсультов. Симптомы, которыми сопровождается инсульт – двигательные, психические отклонения, нарушение чувств, речи и памяти. Огромный шок как для больного, так и для его близких. Справиться с ним помогают в первичных сосудистых центрах. Всего их в нашей губернии порядка 12. Один из них работает на базе Сызранской городской больницы. Помощь, оказанная больному в течение золотого часа, наиболее эффективна. Именно поэтому все поступившие в центр с инсультом проходят компьютерную томографию головного мозга, а состояние кровотока по магистральным артериям головы и сосудам оценивается на аппарате УЗИ. Терапевтическое окно при инсульте составляет 4 часа. Если в течение этого времени ввести пострадавшему специальный препарат, то тромб растворится, и последствия будут гораздо легче. Так, дышать не забываем? Нет. Вдох, выдох, выдох, выдох. Еще раз. Вдох, выдох, выдох. Когда позади острый период, люди находят в себе силы начать жизнь заново. Восстановить важные функции организма и справиться со стрессом помогают специалисты сосудистого центра. Врач-невролог, реабилитолог, медицинский психолог, логопед, кардиолог. Если все-таки предварительно сказать, что если раньше, до 2008 года, процент госпитализации больных с инсультом составлял около 40%, то сейчас он составляет 98%. То есть независимо от возраста, независимо от состояния больного, все больные стопроцентно госпитализируются в специализированное отделение, где ему уже оказывается высоко квалифицированная медицинская помощь и в рамках интенсивной терапии, и в рамках дальнейшей реабилитации уже непосредственно в палатах ранней реабилитации. Сегодня эксперты не устают повторять. Последствия и осложнения инсульта очень серьезны, а реабилитация, если возможно, очень длительная и непростая. Поэтому лучше позаботиться о профилактике, особенно если среди близких родственников уже были пострадавшие от этого коварного недуга. Основные признаки инсульта – перекос лица, онемение руки или ноги, слабость в конечностях, интенсивное головокружение, нарушение глотания, тошнота, рвота. Определить факторы риска и составить индивидуальную программу действий по профилактике инсульта помогут центры здоровья. Обратиться в них может любой желающий, если у него есть полис обязательного медицинского страхования и паспорт. Подстроиться под весенние капризы погоды непросто. Утром холодно, днем тепло и сыро, к вечеру снова подмораживает. Такое время года весьма неблагоприятное для нашего здоровья, особенно для детского. Очень мало солнца, да, это сказывается в большей степени. Все время, в общем-то, в силу нашего и климатического особенностей, и региональных особенностей, темное время суток у нас преобладает. Конечно, здесь снижается логическая защита в какой-то степени, потому что уже начиная с осени наши организмы, организмы маленьких детей, они уже испытывают вирусную атаку и уже неоднократно ее отбивали. И поэтому, конечно, ресурсы и силы организма, они ослабевают. С наступлением весны врачам-педиатрам ежедневно приходится выслушивать десятки жалоб от родителей, что у многих из них дети стали какими-то не такими и чрезмерно утомляются и вялые, и сонливые. У многих маленьких пациентов наблюдается подъем различного рода воспалительных заболеваний, верхних дыхательных путей и легких. В основном сейчас преобладают все-таки ларингиты. И ларингитов до этого было чуть меньше. Сейчас, в общем-то, когда H3N2 сходит на нет, до этого дня, наверное, у нас где-то 6-8 выделений H3N2 в сутки было. Сейчас это все-таки гораздо более меньше. И уже приходит в большей степени парагрипп второго-третьего типа и аденовирусная инфекция. Поэтому и пошли ларингиты в большей степени. Бронхиты, отиты и пневмонии тоже пока не спешат уступать своей позиции. Вообще, особенностью этого сезона, говорят врачи, является активизация так называемых медленных инфекций, которые развиваются на фоне острых заболеваний. Весна для семьи Журавлевых – тревожная пора. Время, когда просыпается не только природа, но и недомогание у ребенка. Начинается сильный кашель, температура поднимается. Мы как ангаляции делаем, антибиотики пьем. Но это обострение, нам обязательно надо капаться. Поэтому сразу вложимся в ранницу. Какие планы, скажем, весна, скоро потеплеет? Ну, не знаю. Летом гулять, кататься не успели. Весной врачи призывают родителей обратить особое внимание на здоровье своего ребенка. Насколько малыш активен? Хорошо ли высыпается? Хватает ли ему витаминов? Появились первые признаки заболевания. Не надо ребенка пытаться выходить на своих ногах, что называется, да, отправить его в детский сад или в школу. Нужно дать время, чтобы ребенок все-таки переболел, чтобы он получил адекватный, хороший иммунитет. И работает одно известное правило, что выходить нужно в коллектив после стольких дней реабилитации дома, сколько продолжалось само заболевание. Вот если ребенок болел 5 дней, значит, он еще 5 дней должен сидеть дома. Вот тогда иммунная система будет работать хорошо. А если мы все время вводим ребенка с Риной Фурингитом в детский сад и хотим о том, чтобы он у нас не болел весной, чудес на свете не бывает. То есть вот как вы относитесь к ребенку, насколько, так сказать, чутко, да, так и ребенок будет отвечать своим здоровьем на родительскую заботу. Для укрепления здоровья важен режим дня, говорят медики. Ребенку необходимо чаще бывать на свежем воздухе и больше двигаться. Перелом лучевой кости в типичном месте может возникнуть в результате падения с опором на руку. Дело в том, что во время такого падения удар всегда приходится на головку лучевой кости, поэтому она ломается. Мало того, что лучевая кость и так является не очень прочным составляющим кисти, так она еще и слабее в области лучезапясного сустава. Именно в этом месте чаще всего происходит перелом. Вот у нас лучевая кость ломается, вот чаще всего вот этот луч, да. И тогда самые неприятные ощущения и болевые ощущения возникают именно вот при вот этих движениях поворота, да, ротация называется, вот этот поворот руки назад-вперед. Может быть хруст, может быть видно, что есть нестабильность костей. Если перелом закрытый, то нужно обездвижить руку. Для этого подойдут любые твердые предметы. И фиксируем вот этот сустав, в котором произошла травма, и локтевой сустав. Бинтик берется вот так, да, чтобы вам легко было его отматывать. То есть не вот так, как некоторые иногда делают, а вот вы работаете вот так, чтобы он разматывался легко. Да, и вариант второй, когда у вас такие же вот веревочки, шнурочки, поясочки или что угодно, да. Мы работаем, привязываем эту шину в нескольких местах, точно так же аккуратно, так, чтобы не двигался сустав. Так, поднимаем эту досочку, подкладываем под нее шнурок и делаем ту же самую вариацию. Узел и дальше под сустав, под доску, по задней поверхности протягиваем. Узел. Если они короткие, можно просто узел, узел, узел из коротеньких состоящих этих. То есть вот наш вариант фиксации. Это, конечно, импровизированная фиксация. И опять же, человек, так как у него сломана рука, он сидеть может, ходить может. То есть он может присесть и дождаться скорой помощи. Он может сам на транспорте добраться до травмопункта. Да, уже у него зафиксировано в минимальном, причиняющем боль положение, это конечность. Если под рукой нет ничего твердого, то можно воспользоваться галстуком или косынкой. Как правильно сделать фиксацию с косынкой? Вот обязательно ее нужно сложить вот так треугольником, как обычную косынку, да. Конечно, чем больше косынка, тем лучше. Дальше мы сгибаем руку в локтевом суставе, придерживая ее вот в запястном суставе, так как менее всего больно пациенту. Дальше укладываем на самый вот этот угол косынки, да, вот так вот. То есть вот эта часть сложенной косынки остается на суставе, а угол косынки уходит под локоть. И дальше мы просто фиксируем медленно, так чтобы не причинять боль, за шею. Завязываем сзади эту косыночку. И вот у вас получается такая импровизационная фиксация. Она, конечно же, дает возможность случайным движениям. Она не фиксирует полностью эту руку. Она просто позволяет, ну, ей комфортно лежать, да. И все. Перелом лучевой кости в типичном месте – травма чисто женская. Дело в том, что у слабого пола плотность костной ткани намного ниже, чем у мужчин. В настоящее время значительную часть пострадавших с переломом луча в типичном месте составляют женщины после 45 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова